У Гомелли з'явится новая зона для отпочинку. Яна разместится у Новобелецким районе, калясь средней школы номер 15. Об этом стала вядома сегодня подчас приему грамадзян, який проводил старшиня Гомельского облвыконка Магинаць Соловей. За отповедной инициативой до губернатора звернулась депутат Палаты представников Вольга Крэш, який и ясше прагучалі пытанні, ведает Дмитрий Котов. До губернатора Вольга Крэш звертаецца пеш за усе не як депутат парламента, а як звычайный жыхар областного центра. Месо, об яким іде розмова, лесопарковая зона, по мерам у 13 гектаров, вельми популярна у мясового насельництва. Задача – заховать гэтую територію і зробіть у будучинь яще більш привабной для отпочинку. Ідею старшиня был выконкам апатрымав у планах створення проекта. Есть замечательный лес за 15-й школой, его не надо сажать, не надо растить. Он есть у нас, давайте использовать то, что мы имеем на сегодняшний день. Я вижу, идея родилась, потому что я вижу, что очень много людей туда приходит с детьми, с колясками. Для этого должны быть какие-то дорожки, какие-то скамеечки, площадки для занятия спортом. Тамара Болсун з поселка Большавик приходит с колективной просьбой, якая тычится уставлення дифференцированных тарифов на электроэнергію. Колисть у шматкватерным жилым домі стояли газовые котлы для подогрева воды. Однак у некоторых квартирах яны были заменены на электробойлеры за дрянные працы. У суїзі з гэтым узнікла проблема по оплаті электроэнергії. Выращать питання Геннадь Соловей починає непосредно подчас прийому. За 4 години губернатор разглядів 10 питаньів. Прогучали так само скарги на якость воды у садовым товаристві, до того ж были закрануты темы, які и тычатся з'явля упорадковання. По некоторых питаннях отказы были дадены подчас размовы. Інші потребують уважливого вилучення. У кожному такому випадку буде проведена проверка. На сабістым контролі старшини Гомельського облаканкама кожный зворот. Дмитрий Котов, Йогер Марышенко, телерадиокампания «Гомель».